Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол от жизни и мы продолжаем нашу карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидим. Ну что же, давайте посмотрим по календарю, какие нам сегодня предстоят матчи. Во-первых, это домашняя игра против Сельты, а потом выездная с Интером, выездная с Валенцией и домашняя против Малерки. Если не ошибаюсь, что это действительно Малерка, но вроде как нет. Вот, поэтому давайте будем переходить. Раз сыграем мы два там матча прям подряд против Интера и Валенции и время отдохнуть сильно не будет, то, пожалуй, я сейчас против Сельты вышел бы вторым составом. Видите, вы его сейчас на своих экранах, поэтому все, посмотрим, что из себя представляют наши игроки. Может, кто-то действительно себя хорошо проявит, и я дам им шанс даже в стартом составе, поэтому посмотрим. Реал Мадрид против Сельты, поехали. Итак, Родри, первое впечатление, значит, для него это дебютная игра за мадридский Реал. Посмотрим, что он из себя, в принципе, представляет. Вот, если не ошибаюсь, Родри до этого-то играл, ну вот мы его купили из Манчестер-Сити, а до этого, я не помню, вроде как в Атлетико Мадрид, но это не факт. Напишите в комментариях, чтобы точно меня вот прям поправить, если это будет нужно. Все-таки испанец где-то, ну, значит, может быть и поиграл, возможно, в испанских командах. Ну что же, Реал против Сельты, поехали. И Вальвер, да, аккуратненько на Иска дает, Иска, 1-0. Замечательно, вот и второй состав смог забить, вот и Иска. Ну, в принципе, ключевой игрок, я не знаю, сезона 2, может быть, Иска в Мадридском Реале был. Вот, но сейчас просто из-за хорошей и плотной конкуренции у нас в центре поля не попал в стартовый состав, наш первый, так сказать. Поэтому вот, лидерские качества пусть свои проявляет во втором нашем составе, который, ну, тоже будет получать свою определенную практику. Так что Иска неплохо сейчас отыграл, поэтому у него есть возможность вот на замены, но повыходить в стартовом нашем первом составе. Аккуратненько на Луку Йовича, и здесь уже Венисюз. И можно в дальний, и даже в дальний тут не получилось, получилось как-то по центру пробить. Но голкипер не смог отразить этот удар, и 2-0, а Венисюз увеличивает преимущество Мадридского Реала. Хороший момент, хороший гол. Йович вроде отдал голевую передачу. Ну и вот так вот, перед самым перерывом практически Венисюз увеличивает преимущество Реала. И сейчас вроде как счет поспокойней. В любом случае от этого бы многое зависело сейчас в раздевалке. Либо минимально вести, либо вот так вот. Ну да, все-таки минимально. Все-таки минимально провалили. Немножечко сейчас концовку и сливочный. И вот Сантимина забивает перед самым, вот он-то как раз перед самым перерывом. Там уже на исходе дополнительной минуте забивал. Хорошая передача в центр. Йович. Неплохо на Венисюза. И подачка на дальнюю. Бэл. 3-1. 3-1 все-таки валит, забивает. Не своим коронным, конечно, пушечным ударом, но головой. Головой. 52-ая минута. 3-1. Реал все-таки увеличивает свое преимущество буквально через 7 минут после выхода. С замены на поле. Ну вот Венисюз. Голевую выдает. Так что есть. За кем понаблюдать из этих игроков для стартового нам состава. Иско. Аккуратно. Здесь Вальверде. Йович. Федерико Вальверде. Федерико Вальверде забивает, ну, там, в самую девятку. Если мне не изменяет мое сейчас зрение, но прям очень точный был у него удар с подкрутки. Мощный. Переиграл вратаря. Ну, просто замечательно отыграла у меня вся команда. Начинаю от полузащитников, заканчивая нападающими. Потому что, ну, защитник как-то сегодня вот пропустили все-таки этот момент с голом с антимины. Смотрим еще раз. Ну, даже если не в девятку, ну, то под самую перекладину. Ну, гол все равно очень красивый вышел. Ну, и второй уже гол Вальверде в чемпионате Испании. Неплохо Родри. Ну, здесь и Нестер на перехвате отлично отыграл. То есть выйти в атаку сейчас не получается у Реала. И пропускает второй. Мендес забивает. То есть я как-то сейчас не знаю. То ли защита действительно как-то сплоховала. То ли как-то... Вот правда. То ли Пикфорд. Пока что у меня мнение не складывается. Поэтому посмотрим после игры уже на рейтинг игрока. Но здесь, мне кажется, Пикфорд должен был тащить. Хоть и из-под защитника пробивали, но все-таки. И все. Финальный цисток. Хоть и уверенная домашняя победа. Все равно вот эти два пропущенных мяча. Какой-то мне личный дискомфорт доставили. Сейчас будем просто смотреть. По моментам. По оценкам игрокам. Так, что у нас по XG. В принципе. Это и понятно было. Это еще и в перерыве. Я не знаю, почему такой XG был. То есть мы не наиграли даже на 4 своих мяча. Как-то странно. Хотя давили всю игру. Так, что у нас по оценке. Так, ну понятно. Вальверде, кстати, игрок матча. Хоть и Йович две голевые отдал. У Венисиуса, кстати, тоже 1 и 1. Оценка. О, что? 1 плюс 1 за матч. Но вот как-то Вальверде решили именно так оценить. И да, Пикфорд 5 и 7 оценку получает. То есть значит все-таки дело во вратаре было. То есть значит как-то вот не адаптировался он скорее всего. Ну потому что сейчас посмотрим даже по вратарям. 4 удара было. 2 в створ и 2 пропущенных мяча. То есть если бы Сельта била точнее, было бы еще более опасно. Ну вот как-то так. Итак, Вальеха сдан в аренду. Он перейдет в Герту Берлин на 2 сезона. Но он перейдет зимой. Поэтому зимой получать и 2020 какого-то 4-го, наверное, он к нам и вернется. Раз я правильно вот понимаю. Итак, пресс-конференция, посвященная первому туру Лиги Чемпионов Интер-Реал. Так, Лига Чемпионов сложен в турнир. Ваша команда сможет выиграть его в этом сезоне. Мы амбициозны, скажем так. Так, Бензема еще сыграет. Ротация очень важна, ответим так. Но Бензема будет сегодня в старте, естественно. Сможете победить в первой игре со старта турнира. Мы ждали этого матча. Но тем более мы играем против Интера. Команду, которую я тоже тренирую. В другой, правда, карьере. Поэтому кому интересно, обязательно переходите, смотрите. Вот. И в карьере за Интер я обыграл Мадридский Реал со счетом 3-0. Дома мы играли, но теперь вот на выезде посмотрим, что у меня получится. И как, в принципе, будет мне тоже отлично и интересно. Так, может быть, кого-нибудь на скамейку могу я посадить. Так, ну Вальверда у меня, в принципе, на скамейке есть. Вообще замечательно. Может быть, я его, вот не знаю, вместо Модрича бы выпустил. Потому что, ну, как бы заслужил, стал игроком матча. Поэтому давайте посмотрим. Если что, Модричем просто укрепим. Я надеюсь, хороший для нас счет там во втором тайме. Интер-Реал, поехали. Итак, стадион Джузеппе Мяцца, Сан-Сиро. Называйте как угодно. Мы в городе Милан. Интер принимает Мадридский Реал в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2000. Ну, какого уже получается? 21-22. Посмотрим, что из себя представляет Интер. Чемпион Италии прошлого сезона против Реала. Самой титулованной команды в Лиге Чемпионов. Ну, и вроде как они заняли вторую строчку в чемпионате Испании в прошлом вот сезоне. Хороший перевод на Перешича. И это все-таки реально 1-0. Интер, что у меня в карьере, что здесь он все-таки забивает. Открыл счет Артура Видаль. Если я не ошибаюсь, то он и у нас за Интер все-таки забил ворота Реала. Но я могу ошибаться. Поэтому вот как-то так. Сейчас придется еще отыгрываться. Быстрый гол пропустили. Так, ну вот здесь вот срубили. И желтую карточку я бы дожидал. Но нет, Арбитр молчит. 30 метров до ворот. Кросс, естественно, будет разыгрывать. Деликт. Неплохо Бензема здесь. Находит пасом Асенсио. И как сейчас разрезающий сыграл Марко. Вы просто посмотрите. Десятая минута 1-1. Сам же Асенсио и заработал этот штрафной, с которым мы вот так вот быстренько разыграли. Комбинацию. Бензема. Тоже так аккуратно между ног. И здесь вот как-то вот, не знаю, это Бастони. Наверное. 95-й там номер. Или... Да, это Бастони. Вот провалил немножко. Но вот Хандановичу. Прямо вот по ладошкам этот мяч там сыграл. Но пропускает Интер у себя дома. Реал идет к своей 14-й лиге чемпионов. Постараемся этого и мы достичь. И дубль Марко Асенсио. Вы просто посмотрите, что творит этот парень. Ну, осталось много на самом деле времени еще. Там 5 минут в первом. Весь второй, чтобы забить хэт-трик. Постараться. Но вот замечательно. Пока что волевой для нас матч. Проигрывая и пропустив в самом начале. Получилось у нас вот отыграться. Но здесь прямо на противоходе каком-то поймали. То есть сами сместились в ближний. Открыли для себя угол. И пробили вот в дальний. Замечательно. На Тони Кросса. Тони. На Карима Бензему. Бензема. Нет, здесь накрыли. Кросс. Кросс может что-то придумать. Но это пенальти. Это пенальти. И я не знаю, давать ли сейчас Тони Кроссу, который заслужил, либо Асенсио, чтобы этот парень забил хэт-трик. Ну, грубо, конечно, сыграл Капитан. Я сейчас посмотрю. Просто интересно, сколько там. Пор Пукуру. Асенсио. Ну, давайте, давайте. Рискнем хоть и левоногий он. Я не знаю даже куда пробить. Давайте с центра начнем. Отлично. Переиграл Марко Асенсио. Сейчас Самира Хандановича забивает хэт-трик. За 45 минут в Лиге Чемпионов. Такое вот празднование. Интересное. Я не понял, почему. Но да ладно. И вот. Даже поддержка болельщиков позади Самира Хандановича не помогла вратарю отбить. Ну и просто. Вроде как мощно, сильно, так красиво. Асенсио чуть правее центра пробил. То есть, в любом случае, развел вратаря. Все, можно, можно выбегать дальше. Отлично. Асенсио еще и может голевой пас сейчас отдаст на Карима Бензему. Так и есть. Так и есть. Асенсио делает игру. Три гола. Плюс голевая. Еще и на Карима Бензему. 4-1. 4-1. Громит. Материал Интер дома. Как-то вот игра не пошла, наверное, у хозяев сегодня. Так. Что по Луке Модричу? Ну, раз предлагают заменить Тони Кросса, давайте. Попробуем как-нибудь освежить. Сейчас игру я вообще планировал в Альверде менять. Но, раз нам предложили Тони Кросса, то давайте. Посмотрите, как сейчас развивается эта атака. Модрич. Модрич с мячом. И надо забивать. И это 5-1. 5-1. Модрич поучаствовал все-таки в голевой атаке. Пред голевой пас он отдал. И 5-1. 5 мячей забивает ворота Интера Мадридский Реал. Давайте уже даже и Бейла готов я в центре поля выпускать. Вальверде неплохо отыграл. Но Бензема забивает дубль. Сегодня. А если бы дали мы именно Кариму пробить пенальти. Так как он у нас штатный пенальтист, то может быть. И Карим сейчас бы забил хэт-рик. Разгромная победа Реала над Интером на выезде. 5-1. Дубль Карима Бенземы и хэт-рик Марко Асензио. Заслуженный свой мяч получает. 5 ударов. 3 гола. Поэтому хорошая статистика на самом деле. Ну и поздравляем. Мадридский Реал с первой победой в этом сезоне в Лиге Чемпионов. Посмотрим. Посмотрим. Так. Интеры наиграл. В принципе. А. Тут все в принципе логично. Мы кстати. Ну почему так равны. Я тоже не знаю. Может быть тоже какой-то баг словил. Их джи. Потому что прям очень четко прям так. Преподнесли нам. Так. Ну в любом случае в победе надо нам выявить. Кто отыграл. Хуже всех. Хуже всех. Тоже поэтому мне интересно. Не буду считать Начо Фернандеса. Не буду считать Луку Модриджа. Потому что мы их только вот выпустили. Вот. Поэтому я даже и не знаю. Так. Ну понятно что Асенсио. Игрок матч. Хотя отдали статуэтку Бенземе. Но Асенсио типа мяч. Решили наверное так. Вот. Ну хотя Асенсио больше заслужил. У него 3 гола. И тоже голевая передача есть. 6-0. У Фернандеса. 6-0 у Б. Он кстати Куртуа. Хуже всех. Отыграл. Два было удара. Один только в створ. И вот. Пропустил типа Куртуа свой единственный момент. Но. Вратари как-то у нас не блистают сегодня. Так. Канада и Финляндия интересуются нами. Как главными тренерами. Их сборной. Мы пока что не заинтересованы. Ну что же. У нас сейчас вторая игра подряд. Против сильной команды. И снова на выезде мы играем против Валенсии. Так. Бензема еще сыграет. Скажем ротация важна. Он забил дубль ворота Интера. Поэтому скорее всего точно сыграет. Команда великолепно играла. Ответим так. Вы провели несколько прекрасных матчей. Сможете и дальше также играть. Отвлекаться нельзя. Ответим так. Ну что же. Вы и знали для нас игра. Все в принципе готовы. Но деликто наверное придется только поменять. В составе Бензема вроде как готов даже полностью. Поэтому выйдет Милитао. В любом случае у нас если что есть на скамейке. Там и тот же Начо Фернандес. Кстати не знаю почему именно он здесь. Не тот же Адриасола. Странно. Родри у нас есть. Вот так вот. Наверное когда трансферы только происходили. Вот их как-то не добавили мы. Все. Валенсия против Реала. Поехали. И так. Эстадио Мисталя. Валенсия против Мадридского Реала. Кто смотрит практически надеюсь там все ролики на моем канале. Тот знает что у нас есть карьера за игрока. За Хабьера Муниаса. Который выступает сейчас в Валенсии. Мы играли против Мадридского Реала. А как мы сыграли. Посмотрите в ролике и узнаете. Так. Бензема. Пошел заброс на Марко Асенсио. Асенсио на Карима Бензему выкатывает. И это 1-0. Все как по книжке. Все как нужно. Все как учили в спортивной школе. Ну вы просто посмотрите. Асенсио замечательно получает передачу. Еще и вот таким филигранным пасом отдает на Карима Бензема. Ну и француз забивает очередной гол в чемпионате Испании. Замечательно. 1-0. Выходим вперед на выезде. Хорошую игру показывает Бензема. Третий гол в третьем матче в чемпионате Испании. Замечательная статистика у него. Там премия Фернса Пушкоша. Так. Марко Асенсио. Карим. Карим ну просто переиграл сейчас вратаря. Сильсен. Бывший вратарь Барселоны. Но Бензема делает дубль перед самым перерывом. Там еще 5 минут у нас остается. Поэтому нужно доиграть тайм до конца. Не расслабляться. Так как у нас это было против Сельты. Пропустили мы на 45-й, там 6-й уже минуте. Поэтому надо просто либо увеличить сейчас действительно преимущество. Во втором тайме поиграть на Бензему, чтобы он забил хэтрик. И спокойно ехать домой. Готовиться к игре с Малеркой. Модрич. И на пустые просто. Просто шикарно. Вот он. Вот он Лука Модрич не пожалел на партнера. И отдал передачу. Для того, чтобы он забил хэтрик. С капитанской повязкой. Естественно, Лука Модрич. В прошлом матче не играл Модрич в стартовом составе. Вышел там на замену. С капитанской был Карим Бензема. Ну и вот. Карим Бензема забивает уже пятый мяч в двух матчах подряд. Два мяча забил в Лиге Чемпионов. Три мяча забил в Чемпионате Испании. Уже пятый мяч его в Ла Лиге Сантандер. С аплодисментами провожают его болельщики Реала на трибунах Эстадиуме Сталии. Выйдет Венисиус. Почему бы и нет? Милитао. А вот так вот как вам, а? Ферлан Минди забил с углового. И это 4-0. Ну и вот так вот. Невысокоростный, конечно, защитник, который мог забить. К примеру, как Серхио Рамос вряд ли забивал. Но здесь тоже как-то так вот получилось. Смотрим еще раз. Передачу хорошую Милитао. Мне кажется, голевую отдал. А не тот, кто подавал с углового. Ну и хорошо здесь просто опередил. Восьмого номера. И 4-0. 4-0. Хэтрик Бенземы. Гол Минди. То есть сегодня у нас забивают только французы. Как сейчас Венисиус. Тоже Венисиуса пока что и не видно. Азар на Бейла. Бейл с левой ноги. Ну что делает Валиец? Вышел на замену. Забил. Поздравляем все. Гаррида Бейла с его очередным забитым мячом. Ну неплохо. Он забил ворота Сельты. С углового головой или нет. Там с подачи. Вроде просто было не с углового. Да точно. С подачи. Там Венисиус тогда отдавал. И вот сейчас Гаррида Бейл шведой отправил мяч в ворота Валенсии. 5-0. 5-0. Реал забивает абсолютно в каждом матче. Столько сколько наверное заслужили соперники. Либо сколько дают. И не дали. И не дали продолжить атаку. Так бы сейчас шестой мяч от Марка Сенса бы залетел. Но орбита решил что хватит сегодня. 9 ударов было у Бенземы. Поэтому ну понятно. Так что много бил. На свои 3 мяча так сказать наиграл уж точно. Что по XG. Мне просто интересно. Мы наиграли на 8-0. Валенсия в принципе потому что ни одного удара даже и не нанесла. Так. Очередная у нас победа. Третья подряд за сегодняшний выпуск. Кто худший игрок? Кто худший игрок? 3 мяча забил Бензема. 1 гол Бейл. Голевую Азар. Асенсио отдали. Отдал Кросс Модрич. Вот Минди еще забил. Так. Не по голам. По оценке. Просто вот интересно. Так. Куртуа кстати нет. Симметрии оценку получил. Хотя и ударов там в принципе и не было. Поэтому сейчас посмотрим кто. Вот хуже так всех. Ну отыграл и стартового состава. Если так смотреть. То Карвахар. Не знаю почему. Обводки. Замечательно. Отборы. 2 сделал. Правда неуспешных. Может быть из-за этого. Точность пасов 80%. Один раз потерял мяч. Вот. Как-то так. 92 минуты он отыграл. Пробежал больше всех. Ну именно по среднему по команде. Ну так что не знаю. В любом случае. У кого ниже 6.0 оценка. Вот это вот плохо матч отыграли. А вот 6.8. Тем более для Карвахаля. Который. На ноль отыграл в защите. Поэтому тут претензий быть не должно. Ребята. Вы просто посмотрите. Сборная Бразилии. Предлагает стать главным тренером. Но я в принципе-то отклоню. Потому что у нас карьера заряла. Не за сборную Бразилии еще будет. Как-то не хотелось бы. Да и там. Я не знаю. Та ли сборная Бразилии. А то сейчас там опять какие-нибудь вот эти вот фрики будут. Один Неймар вроде был. А остальные просто выдуманные футболисты из бразильской лики. Я не знаю. Так. Бензома кстати лидирует сейчас с 5 мячами. И Бейл на 3 месте с 3. Поэтому как-то так очень даже интересно. Посмотреть на список бомбардиров сейчас. Так. А что у нас под тренером? Правого защитника мы все ищем. Так. Перейра перешел у нас в Челси в карьере. Ван Бесака. Либо Канцело. Трента мы вроде как собираемся подписывать в ПСЖ. Поэтому тоже уберем. Я вот и не знаю. Канцело вроде как говорят неплохо. Ну вот и Бесака вот топово качается. Поэтому тоже вот большой вопрос. Либо Бесаку либо Канцело. Напишите об этом в комментариях. Кого вы бы хотели видеть. В нашей команде деньги у меня. А у меня и денег то в принципе нету. Вот. Там сколько надо то им на зарплату? 200 тысяч наверное. Это вот так. У меня только 3 миллиона есть. Поэтому ну продадим. Если. Адриасолу. Там же у нас Адриасола первый типа на выход идет. Там же больше нету у нас. Правда. Да. Действительно. Поэтому выставлю на трансер Адриасолу. А вы напишите. Либо Ван Бесаку. Либо Канцело. Вы хотите видеть в мадридском реале. Будет интересно почитать ваши комментарии. Вот. Но сейчас я бы хотел еще бы посмотреть. Перед игрой там уже. Ладно. С Малеркой. Кто у нас там лучший ассистент в чемпионате Испании. Так. Адриасола нам написал. Я рад что вы решили продать меня. Мне тут не очень нравилось играть. Так что трансер лучший вариант для всех. Наши мнения совпадают. Действительно. Но он поиграл там я не помню в Баварии. В аренде вроде. Вернулся. Поэтому. Нам нужно как бы усиляться. Не стоит нам стоять на месте. Поэтому будем укреплять все позиции. Вот как-то так. Без обид. Так. Приходит сообщение от Вальверде. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Малерка. Я подумаю. Ну. Действительно у нас будет играть второй состав. Поэтому Вальверде сыграет в матче. Ну и у нас сейчас пресс-конференция. Также я обещал посмотреть. Кто там у нас лучший ассистент. У нас Ювич. Четыре голевые за два матча он отдал. Ну а из стартового состава. Модрич, Кросс, Азар. По две голевые за 3-4 игры. Поэтому. Ну вот так вот. Кто как может. Ну я не знаю зачем кстати пресс-конференция. Мы сейчас идем на первом месте. Без потерь очков вообще. Пять побед из пяти. Так. Реал проводит победную серию в пяти матчах. Команда ни разу не проиграла. В матче против Малерка вы продлите эту серию? Серия продолжится. Я отвечу так. Буду немножечко действительно реалистом. В прошлой игре вы одержали блистательную победу. Как вам кажется. Ваш соперник Малерка нервничает? Настрой клуба Малерка не имеет значения. Вот с такими маленькими командами слабыми можно и повыпендриваться. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме. Как вам кажется вы сможете сохранить эту форму в предстоящих матчах. Мы можем играть еще лучше. То есть все. Просто на пресс-конференции разнесли Малерку. Главное чтобы сейчас она не собралась и не разнесла нас. Вот как-то так. Я буду выходить вторым составом. Поэтому это еще более опасней. Но посмотрим. С кем у нас там в принципе дальше-то матчи? Дальше с Велериалом. Поэтому все нормально. Там и Лига чемпионов с Шахтером. Поэтому все должно быть супер. Вторым составом выйдем. Надеюсь то что Пикфорд одумался. Две игры на скамейке провел. Я думаю что сегодня он должно получиться. Реал против Малерки. Поехали. Итак Сантьяго Бернабел. Реал принимает Малерку. Интересно конечно нас игра сегодня предстоит увидеть. Потому что главный тренер Мадридского Реала просто разнес в пух и прах на пресс-конференции Малерку. Сказал что они нам как бы не ровня. Но сейчас посмотрим что из себя представляет и Малерка и Мадридский Реал. Ведь у хозяев хорошая серия. В чемпионате 5 побед из 5 возможных матчей. Еще и в Лиге чемпионов в первом же туре разнесли Миланский Интер со счетом 5-1. Йович отлично отыграл на Вальверде передача. И какой курьезный наверное гол. Но все таки на четвертой минуте забивает уже Венисиус. С таким рикошетиком от вратаря. Вот как-то так. И Федерико Вальверде 2-0. 16-я минута. Пока что все так же и складывается как и говорил главный тренер на предматчевой пресс-конференции. Будет разнос. Мы продлим свою серию. Я не ожидал что будет так конечно. Но в любом случае ребята молодцы. Он покажет. Вот мини дриблинг на фланге. Уже в штрафной. Под прострел. И 3-0. Снова забивает Иско. Он забивал ворота Сельты. Он вывел Реал в том матче вперед. Открыл счет. Поэтому как-то так. Так. Тоненькая передача на Гарда Бейла. Их он забивает. Все таки получилось у Бейла увеличить наше преимущество. И забил еще и Бейла. Но вы просто посмотрите. Сейчас просто на такой молчаночке дождался этой атаки. Все таки получилось увалиться это сделать. 5-0. Дубль Гаррета Бейла. И если я не ошибаюсь. То Гаррет Бейл сейчас сравнялся с Каримом Бенземой. По забитым мячам в чемпионате Испании. У Бенземы было 5. Сейчас посмотрим. Если нам покажет конечно игра. Сколько забил Гаррет Бейл. Но перед этим матчем у него было 3 забитых мяча. Сейчас он забил дубль. В принципе так и должно быть. Что сравнивает счет по голам. Гаррет Бейл между собой и Каримом Бенземой. Ну вот и Йович. Вот и Йович проснулся. 67-я минута делает счет. Он 6-0. Замечательная статистика для Реала. Очень хорошо играют они в атаке. Но теперь надо наверное ему укреплять защиту. Уже 2 правых защитника ищут скауты Реала. А вот и Гаррет Бейл забил хэд-трик. 70-я минута. Все. Теперь уже точно Гаррет Бейл лучший бомбардир Реала. В этом сезоне в чемпионате Испании. 6 забитых мячей. Увалиться. Ну здесь просто такой хороший момент еще дал Йович. Мог бы и сам там в принципе забивать. Но отдал тоже на опасный конечно момент. Но вот так вот забил в притирку со штангой. В притирку со вратарем. Поэтому Асенсио, Карим Бензема и Гаррет Бейл. Сегодня у нас забивают хэд-трики. Ну сегодня прям выпуск хэд-триков. Карим. Я уже хотел сказать Карим Бензема. Но нет это Лука Йович. Выходит на бьющую позицию. Делает счет 8-0. Вот такого я точно не ожидал, когда давал интервью перед матчем. Что наша серия продлится. Но сейчас у нас есть в принципе шанс забить 10 мячей. Потому что время еще позволяет. 10 минут там. Чуть больше 10 минут до конца. Так что будем стараться забить 10 мячей. Почему бы и нет. И не дал. Вот снова не дал арбитр нам забить гол. Как это было в матче с Валенсией. Нам не дал он 6-й забить. Вот сейчас не дал 9-й. Но забирает свой мяч Гаррет Бейл. У него вроде самая лучшая статистика. Кто сегодня забивал хэд-трики. 4 удара и 3 гола. У Асенсио было 5 ударов. У Бенземы было 9. Поэтому вроде как получше в этом плане именно Гаррет Бейл. Так. Что по ХГ. Мы наиграли на 6 мячей. Малерка на 1-то наиграла. Но Пикфорд отлично этот матч провел. Так. Ну и по оценочке. Да. Хэд-трик, кстати, Йович сделал голевыми передачами. Поэтому он стал игроком матча. У него 5 результативных действий. Ну, кстати, и Вальверде тоже 10-0 оценку получил. Вот это вот прям супер. Так. Пикфорд. Действительно, Джордан получил оценку 8-4. Ни одного мяча не пропустил. Хорошие сейвы делал. Ну и кто там самый низший по оценке? Ну, Минди. Мы потому что его там на сколько? На 5 минут выпустили. Ну, а так Адриазола 6-9. Ну, еще раз говорю. У кого оценка? Выше 6-ти. Это уже даже замечательно. Если ниже там, это вот уже будут вызываться вопросы у меня особенно. Но вот пока что нет. Так. Вальверде. Я действительно ценю, что вы прислушаетесь ко мне. Твоя игра вдохновляет. Ну, действительно. Снова стал там у нас игроком. Можно сказать матчем. 10-0 у него оценка. В очередной раз. Неплохо. Неплохо себя показывает. Ну, что же. На этом мы закончим сегодняшний выпуск. Пресс-конференцию оставим на потом. Да, сейчас у нас Бейл вообще в принципе лидер бомбардирской гонки в чемпионате Испании. Не знаю, зачем я сейчас сюда зашел. Мне надо было посмотреть ассистентов. Вот. Кто там? Может быть, Лукаевич. Да. Лукаевич стал еще и лидером здесь. У него 7 голевых передач. Замечательная статистика. Ну, и на этом все. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. У нас с вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok